Большой всем привет! Сегодня я расскажу об игре Unbroken, название которой можно перевести, пожалуй, как Несломленный. Это необычная игрушка, рассчитанная на одного игрока, то есть по сути это такой даджин-кроулер пассианс в небольшой коробочке, но с большим-большим содержимым. Я не первый раз за нее берусь, и когда она ко мне только пришла, я ее раскрыл, хотел поиграть, увидел вот этот ужас мелким шрифтом, вот эти схемы, кучу карт, кучу разных вещей, которые здесь надо учитывать, испугался, сложил обратно в коробку, и вот она у меня лежала до этого времени. Буквально на днях я поиграл в Черную Сенату, это еще одна игра, которая рассчитана исключительно на одного человека, хотя в нее можно играть и вдвоем, на самом деле, и в эту, наверное, тоже. Но я заинтересовался таким жанром и вспомнил, что у меня эта коробочка лежит, не изученная, достал ее, и я зря боялся. Игра очень простая и при этом весьма-весьма занимательная. Так это или не так для вас, мы сегодня и узнаем. На первый взгляд кажется, что игру придумал какой-то программист. Я не знаю ничего про автора, поэтому, если мое предположение окажется верным, то буду рад об этом узнать. Почему? Ну, потому что логические схемы, потому что бухгалтерский учет и все остальное. Но это только на первый взгляд. Скорее всего, он еще и увлекается D&D, потому что здесь по сюжету мы оказываемся вот в таком приключении, где все те, кто спустились в эту пещеру, они погибли. Мы остались одни, и наша задача выйти как-то и отомстить. За что мстить? Не знаю, может быть, его бросили одного там умирать в этих пещерах. Может быть, ему хочется отомстить монстрам, которые убили всех его соратников. Так или иначе, наша задача как-то из этой пещеры выбраться и, ну, может быть, при возможности что-то еще и унести из тех сокровищ, за которыми мы изначально всей компании лезли. Игра заключается в том, что мы проходим четыре этапа. На каждом мы встречаем по одному монстру. То есть, есть финальный босс, а есть три промежуточных монстра, с которыми мы встречаемся в конце каждого раунда. То есть, выиграв четыре раунда, мы выигрываем игру. У нас есть даже специальный блокнотик, где можно записывать свои результаты. Что довольно хорошо для таких игр, потому что обычно, когда вы играете в пассианс, выиграв его один раз, вы теряете довольно большую часть интереса к игре. Здесь интерес сохраняется благодаря тому, что каждый выигрыш вы можете улучшать и ухудшать. То есть, набирать большее количество очков. Плюс есть вот такой листочек достижений, где можно выполнять конкретные цели. Ну, это такое. Давайте проигровой процесс. В чем заключается игра? Мы играем за выжившего. У нас есть четыре роли. Они одинаковые, просто на одной стороне женская роль, на другой мужская. У каждого свои способности. Есть базовые действия, которые мы можем выполнять. Они написаны на справочнике здесь. И есть действия, которые указаны здесь. Это наша вооруженность. В начале игры мы имеем голые руки. Что мы можем делать? Не понять без значков. Значки здесь очень простые. Мы можем перевернуть нашу подсказку и увидеть, что есть усилия. Малые, средние и большие усилия. То есть, наши усилия по выживанию в этой пещере. Какие есть ресурсы в игре? Это хитрость, это еда, это металл, это сокровище, это дерево и время. У монстров есть только два параметра. Это их жизнь, их армор, защита. Прежде чем мы будем наносить урон по жизни, мы должны преодолеть армор. Ну и знак Альтемы. Это название фирмы-производителя. И этот знак нас будет сопровождать в игре для помощи. Какие есть действия? Мы можем, допустим, сфокусировать со внимания и превратить четыре малых усилия в среднее. Два средних в большое. Четыре обычных усилия в хитрость. Скрафтить какое-то, какое-то оружие. Мы можем также увеличить свое разнообразие во встречах. А также можем поскаутить. То есть, потратив на каждом уровне соответствующие ресурсы, мы можем посмотреть, какой нас монстр ждет в конце раунда. Что довольно важно, на самом деле, делать. Итак, это действия, которые базовые доступны в разные этапы. Есть три типа действий. Есть General Action, который можно выполнять в любое время игры. Есть Travel Action, который можно выполнять в фазу путешествия. Есть действия, которые можно выполнять в фазу битвы. Игра состоит из двух больших фаз. Это фаза путешествия, которая вот на этой схеме отображена. Это наша подготовка к бою. То есть, мы слоняемся по пещере и набираем каких-то ресурсов, чтобы справиться с монстром, который нас встретит. Второй этап это combat фаза. Это уже происходит тогда, когда мы сталкиваемся с монстром от текущего уровня подземелья. Во время Travel фазы мы рыщем по подземелью и пытаемся насобирать как можно больше всего, чтобы победить. Какие еще есть действия? Действия есть на карточке нашего оружия. Вначале это просто голые руки. Здесь мы видим, что мы можем сделать. У нас есть то, что мы должны заплатить, то, что мы получим. То есть, одно большое усилие позволяет пробить броню. Два обычных усилия наносят одну рану. Два средних усилия наносят три раны. Это то, что мы можем делать голыми руками. Но мы можем скрафтить прямо в подземелье себе, создать новое оружие. И от голых рук мы можем перейти либо к ножу. Для этого нужен металл и среднее усилие и два времени, чтобы это все сделать. Либо вот типа палки какой-то. Для этого нужно три дерева, усилия и то же время. Соответственно, мы можем в фазу подготовки, в фазу путешествия свой оружие проапгрейдить при наличии вот этих ресурсов. Какие ресурсы у нас в начале игры есть? Никаких. Ноль. Но у нас есть время. Время увеличивается в зависимости от раунда. В начале нам дается 7 времени, на втором раунде 12 и так далее. Время нужно тратить очень рационально, потому что если мы в какой-то момент доведем время до нуля, то монстр выскакивает неожиданно и срабатывает засада, что очень неприятно. До этого лучше не доводить, но это я покажу вам чуть позже. Кроме базовых действий и действий рук или оружия, у нас есть еще персональные действия каждого персонажа. Как советуют, я начну с охотника, то есть можно играть вот за такого охотника, можно за более симпатичную охотницу. У нее тоже есть свои действия, но они ограничены количеством кубиков на карте персонажа. Вначале у нас один, потом два, потом три, потом четыре. Чтобы выполнить какое-то из персональных действий, мы должны потратить кубик. Что умеет наша охотница? Она может потратить два усилия и получить еду. Она может в фазе путешествия посмотреть пять карт встреч. И последняя у нее особенность, что когда мы находимся в фазе еды, то есть мы должны после битвы покушать обязательно, то в требованиях к еде у охотницы уменьшается на один, что довольно хорошо. Какие у нас этапы? Где-то этап еды, кстати, вот он. Здесь после битвы мы должны покушать, если у нас не будет еды, то у нас теряется усилие. Как же мы проигрываем? Когда у нас усилия уходят в ноль и нам нужно потратить еще какое-то усилие, то мы проигрываем. То есть вот это надо беречь. Разумеется, если нам надо потратить обычные усилия, у нас есть средние и высокие, мы можем их сдержать в качестве обычного усилия, но это довольно дорого, потому что среднее усилие, напомню, стоит 4 малых усилий, а это 8 получается. Сильное усилие 8 обычных усилий. Итак, задача понятна. В фазе путешествия мы должны подготовиться, насобирать всего побольше, чтобы подготовиться к встрече с монстром. Монстры у нас есть шесть видов, какие они встречаются, мы должны либо увидеть скаутом, просмотром, либо будем внезапно встречаться. Ну, допустим, возьмем монстра первого уровня. Это гигантский паук. Мы смотрим, что у него есть на карточке, само изображение, немножко его описание, сколько у него жизней и вот засада. Если мы доведем свое время, во время тренировки до нуля, то сработает действие засады. Но это означает, что мы немножко перезанимались, увлеклись изучением пещер и он на нас напал внезапно. Если мы, допустим, так закончили раунд и сами его нашли, тогда амбушь или засада не срабатывает. Также у некоторых монстров есть свойства триккери. Это означает, что мы можем его просто обмануть и вообще с ним не сражаться. Но, вроде бы, легко-то. Мы знаем, допустим, разведали его, узнали, как его можно обмануть. Достаточно всего лишь одной хитрости, чтобы с ним просто не сражаться. Беда в том, что если вы не сражаетесь, вы не получите награду. Но, когда вы его победили, вы получите вот эту ревард, награду. А тут довольно много всего интересного. То есть, вы и какой-то прокачаете себе скилл и кучу всего получите. То есть, выигрывать надо. Как идет битва? Если вы с ним столкнулись, вы предпринимаете какое-то действие, он кидает кубик и предпринимает действие против вас. Ну и так, пока кто-то кого-то не победит. Колода навыков, которые мы можем получать в процессе игры, побеждая монстров, она находится здесь. То есть, мы выберем две карты, одну себе оставляем и становимся все сильнее и все интереснее. Также есть карты Condition. То есть, допустим, тот же паук, он может нас, выкинув пятерку, потравить. Более того, в начале игры, в начале битвы, он нас травит на единичку. Это заключается в том, что мы ищем карточку условия отравления и смотрим, что с нами происходит. Монстры очень разные. Есть и парализующие, есть и всякие, всякие, всякие. Смотрите, какая колода условий, состояний. То есть, разнообразно могут на нас они влиять. Тем не менее, основной механикой игры Unbroken заключается вот в этой колоде встреч. Это то, с чем мы встречаемся в фазу подготовки, в фазу путешествия, когда мы лазаем по этим пещерам. Мы можем это делать, пока у нас не кончится время. И, наверное, базовых знаний достаточно. Сейчас я просто покажу, как игра играется, и вы сразу поймете, насколько она простая и изящная. Давайте я первую покажу очень подробно, чтобы было нагляднее. Как идет игровой процесс? Мы начинаем прямо отсюда. Можно положить вот этот значок, чтобы было понятней. Фаза подготовки. Возьмите так много обычных действий или действий путешествия, как вы можете. Пока смотрим условия. Ваш временной трекер достиг нуля. Смотрим. Не достиг. Значит, мы делаем ноут. То есть, он не достиг. Если было ЕС, то мы бы перешли GO STEP 1A на фазу битвы и с нами произошло то, что здесь написано. Но у нас он не достиг. Поэтому у нас начинается следующая фаза. Где нас спрашивают, вы хотите прямо сейчас сразиться с монстром? Вы можете прямо сейчас его выбрать и уже начать сражаться. У нас вообще ничего нет. Конечно, мы не готовы. Мы говорим NO. Дальше. Начинается фаза исследования. В чем она заключается? Мы можем раскрыть две карты encounter встреч и можно модифицировать. Например, у нас есть базовое действие ориентация, где мы можем потратить дополнительные усилия и раскрыть не две, а четыре карты. Но нам не надо, не будем пока ничего тратить. Итак, на этом этапе мы можем раскрыть две карты. Можем мы что-то другое делать. Можем, в принципе, можем вот это все выполнять. Но я пока что не знаю, что делать. Поэтому на первом уровне, скорее всего, будет разумно узнать, какой монстр нас ждет в конце первого уровня. Поэтому мы сначала осмотримся. выполним действие скаут. Скаут на первом уровне требует одного усилия и одного времени. Давайте потратим одно усилие и одно время. Чтобы узнать, какой нас монстр ждет, мы кидаем кубик. Это два. И ищем монстра первого уровня со значком. Два. Вот таким же. Вот он. Все остальное убирается. Теперь мы знаем, кто нас ждет в конце этого уровня. И давайте знакомиться, потому что это важная информация. Ну, такой товарищ. Если хорошо владеете английским, можно прочитать художественный текст про него. А затем познакомиться с его. Он совсем слабенький. То есть у него будет две жизни. Мы можем сразу выставить параметры монстра. И вот амбуш довольно неприятный. То есть он параноид. Свойство параноид на нас накинет. Причем в следующем левеле. То есть видите. Интересно очень условие. То есть сейчас ничего страшного не будет. Но на втором уровне у нас будет condition параноид. Дальше. Его можно, в принципе, просто игнорировать. Потратить три времени и уйти. Внутри времени у нас будет минус на следующий уровень. Так. Смотрим награда. Нам будет хитрость, среднее усилие, время и какой-то скилл. Поэтому нам надо его убить. Он, в принципе, не такой уж страшный. Все равно, смотрите, если мы с ним столкнемся, то у нас будет паника на следующий уровень. Ну, какое. В любом случае его убить совершенно не сложно. Жизни 2 означает, что нам всего лишь надо либо два средних усилия, либо два раза ударить малыми усилиями. Давайте попробуем в первой фазе построить какое-то оружие. Тот же ножик, например. Что для этого надо? Ну, давайте exploration фаза. Два encounter. Итак, мы погрузились в пещеры и начали там бродить. Мы разведали, кто нас ждет, а сейчас начали просто бродить, чтобы подготовиться. Когда мы получаем две карточки encounter, мы должны одну выбрать себе, а одну сбросить. О, нам можно потратить одну хитрость, получить два металла. У нас хитрости нет, поэтому это отпадает. За это мы можем потратить ничего, а получить дерево. Ну, мы вынуждены выбрать это. Да, обратите внимание, что после встречи мы можем двояко использовать эту вещь. Мы можем либо совершить то, что там происходит, либо просто отдохнуть. На отдыхе мы получаем столько малых усилий, сколько времени на карточке. То есть, мы можем, в принципе, выбрать вот эту карту и отдохнуть, а не использовать ее свойства. Тогда мы получим два малых усилия и два времени потратим. Но я думаю, что дерево нам когда-нибудь пригодится, поэтому я вот эту скидываю. Кстати, у каждой карточки есть тоже художественный текст, то есть, если хочется позаниматься английским и лучше погрузиться в игру, то это надо читать и переводить. Так, это мы не выбираем, поэтому мы это не читаем. А вот это, что с нами произошло, ну давайте попробуем. Итак, мы ничего не тратим, а просто получили ресурс дерева. Но не забываем, что у нас на это ушло время. Теперь мы прошли вот таким образом. Дальше теряем время, эквивалентное тому, что написано на Encounter. Посмотрели. Дальше. Мы можем вернуться на Preparation фазу, а можем проверить состояние. Таймер трек у нас 0. Если yes, то мы опять же встречаемся с засадой. Если нет, то мы возвращаемся сюда. И так повторяем вот эту фразу фазу до тех пор, пока не сработает одно из этих условий, которые нас перекинут в фазу битв. Так, теперь я верну камеру наверх и отыграю фазу путешествия по-быстрому. Один раз мы сделали это подробно, а сейчас все это делаем уже осознанно. Итак, у нас слабый враг. Я хочу какое-то оружие. Для этого мне нужно либо три дерева, либо металл. Дерево у нас только два, поэтому я дальше продолжаю следовать. Встречаемся. Ух ты! Можно потратить пять времени, но это будет ноль и нас будет засада. Тут летучие мыши, то есть если сильно предпринять какое-то усилие, то можно их поймать. Но чтобы получить усилие большое, мне нужно потратить 8 малых усилий. Да, оно того не стоит. То есть фактически 6, потому что 2 потом придет, но зато еда будет. Ай-яй-яй. Хитрость, время... Нет, я ничего из этого не хочу, это я точно не хочу, а вот здесь я не буду выполнять, я буду отдыхать. То есть я получаю просто потерю времени, ну и немножко усилий. Так, ничего толком не получил, давайте исследовать дальше. Так, опять же нужно большое усилие потратить и получить металл. Вот этого хочется. Либо потратить усилие и получить условия арморед. Ух ты! Слушайте, это наверное пригодится. Это очень сильная вещь, на мой взгляд, я ее беру. Так, я трачу усилия и получаю условия арморед. Давайте смотрим арморед. Здесь и хорошее, оказывается, есть. Вот оно. Так, что у нас появилось? Здесь тоже есть художественный текст очень мелким шрифтом, который сложно разглядеть. После нанесения эффекта run поместите токен на этот карт, на эту карту, чтобы игнорировать это. После того, как вы поместили второй токен на эту карту диск, я не знал, что она такая слабенькая. То есть это защита только от двух ран получается. Но ничего, такой щит хорошо. Тут пояснение, кстати, что это состояние не сбрасывается автоматически, потому что обычно состояние сбрасывается после каждого большого раунда. Так, ну ладно, хорошо. Мы потратили время. Я не заметил. Да. Раз, два. У нас остается очень рискованно. То есть сейчас, если будет выпадет два, то будет засада. Но мы не готовы к битве на самом деле. И оружие я не смогу сделать. Да. Давайте еще один риск. Один раз сходим. И все. Так, это убираем. Это для создания самостоятельных каких-то вещей. Ай-яй-яй. Я попадаю в засаду. С другой стороны, я могу сейчас, так как я по-любому и с этой встречи, и с этой увлекся слишком и на меня нападет этот чертов гиберлинг, я могу выполнить, выбрать это и получить дерево себе завались и получить... О, слушайте, на следующий раз я смогу себе построить вот эту клап, палку. Разумеется, я беру вот это, трачу одно усилие. Получаю три дерева. Раз, два, три. Четыре времени. Раз, два. И я оказываюсь в ноль. И срабатывает условие вот это. Если вы достигли трекера 0, то yes. Переходим на сетап 1а. И что у нас происходит? Мы переходим в стадию битвы. У нас здесь амбушь степ. Обычно ее нужно избегать. Раскройте монстра, если он еще не раскрыт. Сбросьте время. Примените амбушь эффект. Итак, сбрасываем время. Оно переходит на 12. То есть на время для второго уровня сразу же. Почему это надо делать? Потому что в процессе битвы некоторые монстры это время забирают. Дальше. Применили амбушь эффект. Амбушь эффект у нас. Получите параноид. Паранойю. Для второго уровня. То есть мы ищем свойство паранойи. Вот оно. Но сейчас оно не срабатывает. Оно будет у нас отработано. Я его получу после прохождения этого уровня. По сюжету это все можно также отыгрывать. Когда у вас механика уже отскакивает от рук, то вы можете погружаться в эту историю довольно атмосферно. Итак, дальше у нас начинается фаза битвы. Мы меняемся ходами с монстром и смотрим, кто побеждает. Если мы выигрываем, то там пойдет дальше. Итак, мы находимся на Battle Star. На нормальном уровне сложности наш герой начинает первым. На максимальном уровне сложности начинает первым враг. Но мы играем на нормальном уровне сложности, поэтому мы смотрим, что здесь у нас происходит. Мы можем, в принципе, с ним не связываться. Заплатить три времени в счет следующего раунда и просто обойти. Ну, не согласен. Поэтому мы начинаем битву. В начале Battle Step, который у нас здесь начался, получите панику для второго уровня. То есть, мы с ним встретились и следующий уровень у нас будет и паника, и паранойя. Посмотрим, что это такое в процессе. Дальше. Мы выполняем сейчас действия битвы. Так как у нас есть базовые акции, действия, которые мы можем совершать прямо в процессе в любой момент, то есть, в битве я тоже могу превращать одно в другое. Но нам надо нанести ему всего два удара. То есть, я потрачу 4 малых усилия, либо 8 усилий, если я превращу вот это 4 усилия в среднее усилие, потом еще раз, это будет 8, а так я потрачу 4, в 2 раза меньше усилий, но он в 2 раза меня будет бить. Но все равно это выгоднее. То есть, я трачу 2 усилия, раз, 2, и наношу ему 1 урон, раз. Он ожив, поэтому сейчас входит он. 4. Так, 4. Потеряйте 2 усилия, раз, два. Ну и снова я его бью, раз, два, голыми руками, наношу последний урон, и он гибнет. Фух! Но все равно выгодно, потому что, если бы мы сделали его один удар, мы бы потратили 8 усилий, а так получили 6, то есть, 4 за счет усилий руками, и 4 и 2 здесь, то есть, все равно выгодно. Мы его убили. Получаем награду. 1 среднее усилие, 1 хитрость, 1 время и 1 скилл. Так, скилл, мы берем 2 карточки каких-то способностей, 1 скидываем, 1 оставляем. Итак, контратакер и мастер чего? Паразитов каких-то? Не знаю. Так, давайте посмотрим, что они делают. У нас, имея скиллы, мы получаем некоторые свои способности. Кстати, почему я туплю? У меня же была защита. После того, как вы нанесете... Да, я могу раз-два и вот так. То есть, я защитился от его удара. Зачем она мне надо была? Ну, броня есть броня. Так, потратьте еду и усилия, чтобы нанести 3 раны. Ага, то есть, травануть кого-то. Дальше. Эта способность пробивает броню, я так понимаю. Если она пробивает броню, то это очень сильная вещь. То есть, мне не нужно мучиться с бронированными врагами. Ну, правда, я не знаю, будут побудутся они или нет. Но для этого нужно еды много. Зачем она мне надо? Это я скидываю. А вот эту вещь я беру себе. Теперь у меня есть способность. Я прохожу броню. Плюс, когда мне наносят рану, то я наношу в ответ 1 урон монстру. Контратака. Круто. Очень круто. Так, дальше. Смотрим здесь. Это была ревард степ. Потом у нас стадия еды. Мы должны на каждый уровень съесть одну еду. Если мы не съедим, то за каждую будет прогрессирующее уменьшение наших трека усилий. Соответственно, можно и поменять от голода. Но у нас есть свойства, которые я не использовал. И сейчас я его использую. Как раз у нас один кубик. Чтобы уменьшить требования еды на один. Так как у нас на первом уровне всего одна еда, то мы выполнили это требование благодаря свойству охотницы. И молодцы. В следующий раз надо подумать об идее. После того, как мы это сделали в фазу, нас спрашивают, вы все еще живы? Если да, то спрашивают, вы победили монстры четвертого уровня? Если да, то мы выиграли. Если нет, то у нас начинается второй уровень. Заполните обилити. То есть, у нас сейчас будет два кубика действий. Сбросьте все кондишен, карты, которые были в процессе боя на нас наложены. И примените те, которые были на следующий уровень. И у нас сейчас появляется вот то, что нас накидал этот чертой гоблин. Итак, у нас будет два свойства. В начале фазы битвы, монстр получает две жизни. То есть, параноик мы боимся всех. И что? Пассивное свойство. Я паникую, поэтому, когда я беру энкаунтер, я беру только одну карточку. То есть, на одну меньше в течение фазы исследования. Это очень жестко. Но это, слава богу, только на один раунд. После чего, когда мы отработали все это, начинается новая travel action. Новая фаза путешествия. Так, что мы насобирали? Мы насобирали кучу дерева. Поэтому мы можем сейчас сделать это оружие. Но для начала мы должны посмотреть, вообще, стоит ли, может быть, ножик лучше. Клуб где-то оружие. Вот оно. Оно гораздо эффективней. Оно пробивает броню. Но нам это не особо надо, потому что мы получили очень интересный навык. Но три урона она, в отличие от рук, делает дешевле. Потому что здесь надо два средних усилия. А здесь одно среднее, одно малое. Кстати, про оружие. Есть вот руки. Есть базовое оружие, которое можно потом еще превратить в продвинутое. То есть, дальше уже нет. То есть, максимальное, что можно здесь иметь, это вот меч, топор или молот. Они все довольно сильные. Обратите внимание, тут можно сразу пять урона нанести, например. А тут, вон, двумя средними усилиями сразу пять уронов за счет топора. Или одно сильное сразу. Круто. Так, ну мы можем построить сейчас прямо вот это. Что оно лучше, чем ножик? Нож лучше, потому что он тут хитрый задействует. Сразу пять можно делать. А здесь только три. Но, чтобы нож сделать, это мне нужно металл. Где я металл возьму? Я не буду пока ничего строить. Я хочу ножик все-таки. Но, для начала, я все равно хочу посмотреть, кто меня ждет. На втором уровне, чтобы сделать скаут, я должен потратить два усилия. Раз-два. И два времени. Раз-два. Но это надо делать. И мы смотрим, кто нас ждет. Один. Один второго уровня. Так. Один. А второго уровня. Смотрите, какой красавец. Abdomination. Так. На амбуше всего лишь мы теряем... А не всего лишь мы теряем одно усилие. Плюс downgrade weapon. То есть, если у нас будет какое-то оружие, мы снизим его. Мы можем его обойти, чтобы... Хитростью усилия. Но обходить мы не будем, потому что награда, ух ты, сокровище. Так. Тут также есть художественный текст про него. И у него шесть жизней. Будет. Так. Ну, брони нет. Чтобы его победить, это шесть жизней. Мы можем либо набрать вручную... Это вот надо четыре средних усилия. И за два раза мы его убьем. Либо... Скрафтить все-таки... Палицу. Или ножик. И все равно мы только за два хода сможем убить, да? Поэтому я, наверное, в оружие пока не знаю. Может и не буду. Просто усилий накоплю. Итак. Поехали. Что мы можем делать? Во-первых, у нас из-за паники мы можем брать только одну карточку. Это просто жесть. Либо можем, конечно, добавлять усилия и брать три карточки. Это сколько усилий? У меня их пять только осталось. Еще еду мы можем получить. Ладно, давайте поехали. Будем на удачу. Одна карточка. Замечательно. Сразу же еда. Как только подумали об еде, получили одну еду. Так. И два времени. Раз, два. Ну, поехали дальше. Так. Это отлично. Дерево у нас лишнее. Поэтому я это применяю. Конечно, одно дерево. За меня на четыре усилия. Это девять. Нужно прочитать, почему это так. Ну, пока не буду. Я пока механику показываю. Так. Это всего лишь стоило всего лишь одного времени. Так. Нормально. С усилиями нормально. Чтобы его убить, нам нужно, напомню, шесть удара. Шесть ударов мы можем двумя усилиями. Как их получить? Только за счет этого. Но это... Нет. Идем дальше. О, класс. Потратим еду. Покушали. Все, что мы набрали. И получили пять усилий. Это четырнадцать. И вот сейчас можно усилия превращать в средние. То есть я по этому действию могу потратить четыре усилия. Раз, два, три, четыре. И получить одно среднее усилие. Итого у нас уже два средних усилия есть. Это означает, что три мы нанесем. Ему надо шесть. То есть еще два таких надо. Или все-таки оружие сделать. Так. У меня есть три дерева. Давайте я сделаю все-таки палец. Просто чтобы... Чтобы показать крафт. Итак. Я трачу три дерева. Кстати, это один я потратил. Нет? Нет, наверное. Итого. Я трачу три дерева. Они у меня есть. Одно усилие. И одно время. Чтобы сделать себе палку. Так. Оно намного выгоднее. Потому что сейчас я три урона могу нанести не двумя средними усилиями. А средним усилием и обычным усилием. То есть сейчас у меня двоих, двоих средних усилий. Мне уже достаточно, чтобы его убить. Благодаря палке. А не только вручную биться. Так что это очень выгодно на самом деле. Табадовое оружие. Мы его кладем здесь. Единственное, что если мы попадемся на засаду, то мы его потеряем. Поэтому нам очень внимательно надо здесь быть. Так. Время потратили. Все хорошо. Времени еще достаточно. Давайте исследуем дальше. Победить мы его уже победим. Правильно? Хотя. Хотя. Мы же параноики. А в начале батл стоп. Мост получает плюс два. Чтоб не забыть, я ему добавлю сразу здесь. Потому что вот из-за этого свойства. Ух ты блин. Восемь. То есть это надо здесь еще два урона где-то нанести. То есть и нам надо еще одно сильное усилие. Чтобы три. Ну тогда пошли. Так. Ноль времени. Потратьте. Потратьте усилие. И раскройте три дополнительных карты в следующий exploration. Ну. Я не буду. Я просто отдохну. Но так как я время не трачу, то я ничего не получаю. Или. Не. Усилие мне надо экономить. Иду по одному. На удачу. Так. Потратьте хитрость. Получите три дерева. Нужно мне три дерева. С одной стороны надо. Потому что я смогу тогда оружие. Ууу. А чего нет? Почему нет? Трачу хитрость. Которую я заработал. Убивая гоблина. Получаю три. Раз, два, три. Дерево. Трачу два времени. Раз, два. Теперь. Я. Апгрейзу свою палку. За три дерева. Раз, два, три. За два усилия. Раз, два. И два времени. Раз, два. На палец. Это уже продвинутое оружие. Ко второму уровню иметь продвинутое оружие. Это круто. Это получается вот такой молоточек. Очень крутой. Может пять бить. Либо четыре здесь. Ну тогда надо много усилий. Ну оно чисто на физическое. Оно как бы не особо конечно хорошее. Ну что уж собрали. Так. Мы получили продвинутое оружие. И у нас времени очень рискованно. То есть если мы сейчас возьмем следующий энкаунтер. И там будет время два. То мы опять встретимся с Амбуш. И потеряем свое оружие. Нафига это надо. Поэтому я на этом заканчиваю. Наверное. Давайте подумаем. У него восемь жизней. Да. Я на этом наверное заканчиваю. Поехали. Битва. Амбуш мы сейчас пропускаем. Потому что я не попался. Поэтому Триккери Степ. Раскройте монстра. Мы раскрыли его. Вы хотите его обмануть? Мне нужно потратить хитрость и среднее усилие. Чтобы его обойти. Не хочу. У меня хитрости нет. Поэтому Ноу. Начинается Батл Стар. Так. Ну давайте. Конечно первым делом. Я его попытаюсь убить следующим образом. У меня есть одно среднее усилие. И два малых. Раз-два. Я наношу сразу 4 урона. 4 это половина. 4 остается. Ваншотом не удается убить его конечно. Но ничего. У него никаких свойств нет. Сейчас посмотрим что с нами сделает. Ответ. Так. Ух ты. Это 5. 5. Рент. Получите. Condition weakened на третий уровень. Так. Смотрим. Что нам накидывают. Все следующие мои атаки на третьем уровне. Сила которых превышает 3 или больше. Уменьшаются на одну. Ну слабость. Слабость. Отлично. Наш ход. Нам надо снова нанести 4. И мы это можем сделать. Потому что у нас есть среднее усилие. И раз-два. Малых усилий. И 4 мы его убиваем. Хорошо. Мы его убили. Получаем. Ревард степ. Получили одно среднее усилие. Раз-два. Два малых усилия. Одно сокровище. За сокровище кстати дают больше всего очков в конце. То есть 10 очков. Оно больше ни для чего не особо не надо. Хотя иногда его можно поменять на что-то хорошее в встречах. Но в основном она дает очки в конце. То есть обратите внимание как зарабатываются очки. За оставшиеся хитрости. Это 2 очка. За идут 3. За сильное усилие 5. За среднее усилие 3. За малые вообще не дают. За дерево 2. За нож 3. Итак. Мы его убили. Сокровище взяли. Дерево еще нам дали зачем-то. И скил. Новая способность. Берсерк. И патент. В ответ. После взятия вашего хода. Потратьте время и усилие. Или 3. Для монстра 3 уровня. Чтобы немедленно получить новый ход. Один раз за раунд. Вот это берсерк. Интересное свойство. После того как монстр кидает кубик атаки. Вы можете увеличить его значение на 2. Если вы это делаете. То сила атаки. Следующую вашу атаку. Повышается на 1. То есть если у вас. Ну как бы. Вот это вы по-моему сильнее. По крайней мере. Мне так кажется. Так. Взяли награды. Дальше. Мы. С едой. У нас с едой проблема. Так. И я эти свойства не использовал. А. Я могу сейчас. То есть я могу потратить. Своё действие. А. Не могу. Это только в тревел. В фазе я могу поменять 2 усилия. На еду. К сожалению. Это я не могу. Но оно и не надо. Потому что я трачу вот здесь. То есть уменьшаю потребность в еде на 1. У меня только 1. Если я не выполняю. То я теряю всего лишь одно усилие. За несъеденную. Первую еду. За вторую 2. За третью 3. И так далее. Так. После этого. У нас идет фаза. Раскидываются текущее состояние. Приходят состояния новые. И. Начинается третий раунд. Давайте думать. С чем мы приходим на третий раунд. Во-первых. Нам добавляется еще один. Кубик. То есть можем все 3 действия делать. И еды. Я думаю. Стоит взять. Но единственное. Что у нас усилий совсем мало. Так. Но у нас. Теперь нет ограничений. У нас будет 2 карты. А. Атака 3 или выше будет. У нас снижается. То есть нам надо выгодно по 2 бить. То есть если мы накачаем очень много малых усилий. Мы можем по 2. А не. Не можем. У нас палится. А она бьет на 3. Блин. Так. Я не передвинул. Сюда. У нас времени будет много. Что. Будем смотреть с третьего уровня. Тут нужна хитрость и время. У нас хитрости нет. Поэтому мы даже не можем посмотреть. Кто нас ждет. На третьем уровне. Поэтому. Поехали. Потратьте сокровище. Получите 4. Я еще ни разу не выиграл в эту игру. Сразу признаюсь. Правда я играл всего. Немного. Но тем не менее. Сокровище жалко. Но с другой стороны. Я могу просто не пережить третью встречу. Поэтому я потрачу сокровище. И получу 4. 4 малых усилия. А я кстати 2 мог взять. Должен был. А. Либо то же самое могу получить. Но. Давайте я тогда верну сокровище. Получу то же самое. Но за время. 1. 2. 3. Типа поспал. Отдохнул. Так. Иду дальше. 1. 2. Так. Потратьте еду. Получите скиллы. Еды у меня нет. Потратьте. Малые усилия. О. Это классно. Конечно. Трачу малые усилия. Получаю среднее. Я кстати его должен наверное был потратить. Здесь. А не. Я в награду уже его получил. Все нормально. Теряю одно время. Так. Отлично. 1. 2. Хитрости нету. Не могу. Вот это трачу. Конечно. Одно усилие. Получаю. Иду. Так. Иду дальше. С едой. Проблема. Надо еще хотя бы одну найти. Так. Металл мне уже не нужен. Потому что я не буду другое что-то крафтить. Поэтому это мы скидываем. А вот это. За 5 времени. 1. 2. 3. 4. 5. Я получаю 2 средних усилия. 1. 2. Это означает, что мы можем шпарить здесь. Единственное, со временем совсем плохо. Я сейчас прокачиваю только усилия малые. И нормально. Еще бы хитрость где-то взять. Еще бы хитрость где-то взять, чтобы разведку сделать. Ну, ладно, поехали. 1. 2. О, можно за большое усилие получить 2 хитрости и сокровищ. Но у меня больших усилий нет. Но я вас делаю. Почему нет? 1. 1. 2. Получаю. За счет вот этого действия. Дальше скидываю вот это. Трачу большое усилие, чтобы получить 2 хитрости. 1. 2. И одно сокровище. У меня уже 2 сокровища. Обалдеть. И одно время на это уйдет. Так. Отлично. Идем дальше. Зайду. Могу получить дерево и усилие. Не надо. За этом помогу получить кучу хитрости. Не надо. Поэтому я просто отдыхаю. За 2. 1. 2. 1. 2. Отдохнул. Так. У меня времени очень мало остается. Ладно. Идем дальше. Метал. Металла нет. Нету, к сожалению. Металла. Или получить одно. За 2. Это 1. 2. Это плохо. Нет. Я буду отдыхать. За это. 1. 2. 1. 2. И вот сейчас опять риск. Давайте думать. У меня есть хитрость и время. Слушайте. Я могу посмотреть безопасно. Все отлично. А в какой смысле? Я все равно уже ничего не могу подготовиться. Тогда смысл. Потому что это будет последний ход. Я могу посмотреть. Да. Но я все равно с ним буду сталкиваться. И какой смысл ресурсы тратить. Поэтому я заканчиваю. И перехожу в битву. В Триккере Степ. Так. Сейчас мы узнаем. Какой монстр раскроется. Это 5. 5 и 3 уровня. 5 и 3 уровня. Вот он. Красавец. Минотавр. Если бы мы попали в засаду. Мы бы минус 6. 6 усилий. И обмануть его нельзя. 6. 8 жизней. 8 жизней. Что-то мне не везет. Что нету бронированных. А у меня как раз свойство пробивать бронь. Получается бесполезно. Так что можем еще сделать. Если вы имеете продвинутое оружие. А у меня как раз продвинутое оружие. В начале фазы. Минотавра атакует первым. А он еще первый атакует. Пассивное свойство. Если вы имеете продвинутое оружие. Каждый раз. Когда. Каждый раз. Вы получаете. Рану. Days Effect. Теряйте дополнительную. А что за Days Effect. А это вот это. У. Плохо. Ну давайте. То есть он первый начинает. Давайте посмотрим с чего он начинает. 4. Так. 4. Потеряйте 2. Раз. Два. Два усилия. Ну хорошо. Наш ход. Так. У нас во-первых есть слабость. Это означает что мы. Любой атакой на 3 и выше. Мы уменьшаем. Что-то я не готов к этой битве. Да. Не готов. Кстати я должен сразу переместить здесь на 4 и вот это. Потому что в процессе битвы можно могут снижать. Так. Ну давайте попробовать вытягивать ее. Что мы можем. У нас есть. Так. После вашего эффекта. Это если мне нанесут. У меня. А. У меня еще щит есть. Отлично. После помещения второго токена на эту карту. Дискард сбросьте. У нас еще одна есть. Кстати я мог применить. Против четверки. Да. Я верну. Раз. Два. Я применяю броню и скидываю ее. Так. Потому что здесь больше усиления и нету. Отлично. 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 Дальше. Что мы можем еще сделать. Можем потратить время и усилия. Чтобы второй ход сделать. Но в первый наш ход. Я трачу. Усилия. Большое. Среднее. И раз. Два. И два малых. Чтобы нанести 4 урона. Из-за слабости я нанесу 3. Раз. Два. Три. Хорошо. Теперь. Один раз за раунд. Я могу потратить одно время. Из будущего. И одно усилие. Чтобы нанести еще. А. Или три. Если монстр третьего уровня. Нет. Тогда не выгодно. Тогда нет смысла. Тогда это бесполезное. Бесполезный навык. Ну все. Мой ход как бы окончен. Он ходит. Пять. Пять. Гор. Так. Получите минус один. И свойство криплет для четвертой битвы. Посмотрим. Что это такое. Если выживем. Так. Наш ход. У меня еще есть одно среднее усилие. Раз. Два. И два малых. Чтобы нанести еще 3 урона. Вернее 4. Но за счет слабости 3. Раз. Два. Три. У него остается 2 жизни. Так. Он меня атакует. Два. Это потеря одной жизни. Но у меня есть возможность. Когда мне наносят раны. То я могу в ответ нанести. Контратакой. Отлично. И теперь мой ход. Соответственно я могу потратить. Целых 3. Раз. Два. Три. И мы выживаем. Да. Да. Я наношу. Раз. Два. Три. У меня только одно усилие остается. Снижается от 3 до 1 до 2. Но это достаточно. Чтобы его убить. Фух. Так. Единственное. Что я что-то здесь забыл. Если имеете weapon. А. Ну у нас days effect. Каждый раз. Когда он. А. Слушайте. Меня наносили уроны. И я похоже проигрываю. Я забыл про вот это свойство минотавра. Если вы имеете продвинутое оружие. Оно у меня продвинутое. Каждый раз. Когда. Вам наносится. Урон. Или days effect. А урон был. Вот здесь. То дополнительный урон. А у меня как раз один остается. То есть подождите. Раз. Два. Три. Тогда это дополнительно я делаю. Но я ничего не сейчас. Я сам не атакую. Потому что если я три потрачу. А. Не. Нормально. Смотрите. Раз. Два. Три. У меня же ноль. И я его убиваю. Все. Все нормально. Да. У меня в ноль ушло. Но я его убил. Фух. Потому что если бы сейчас. Какой-то момент. Мне нужно было потратить еще одно усилие. Но у меня его нет. Я бы проиграл. Но у меня его не надо. Потому что я его уже убил. И я получаю награду. Сильное усилие. Хитрость. Металл. Еще одно сокровище. Три времени. Раз. Два. Три. Что неужели я выиграю первый раз в этой игре? Я и какой-то скилл. Раз. Два. Так. После монстра. Вот это вот классное свойство. Против как раз минотавра. Но оно уже не актуально. Я думаю. Надеюсь. Что доза эффекта не будет больше. Так. Это в начале экспрессии шага. Вы можете взять энкаунтера. И взять энкаунтеры из дискард. Но это сильно. Это совершенная память. То есть я могу что-то найти оттуда и использовать. Давайте возьмем. Вдруг пригодится. Или подождите. У меня есть дерево и металл. А вдруг будет какой-то монстр, которого есть в этом свойство. Давайте я все-таки подстрахуюсь. Да. Потому что... А. Слушайте. Это нужная вещь тогда. После того, как монстра кидает кубик атаки и наносит либо урон, либо дези эффект, то есть или... То я могу его игнорировать с помощью дерева или металла. Слушайте. Это крутая вещь. Так. Эта штука уходит. А вот эта штука приходит. На четвертый уровень. После продвижения времени в экспрессионале, продвигайте его на один дополнительный слот. Жесть. Так. Каждый раз, когда я буду двигать трекер, я на один буду еще сильнее двигать его. Ну хорошо. На самом деле все отлично. Мы убили трех монстров. И у нас есть хорошие шансы с основной эффектами пройти эту игру. Да? Или нету шансов? Смотреть бы его. Но это надо два времени, два усилия и хитрость. Усилий у нас нет. То есть мы полностью истощены. А, мы еще не покушали. То есть мы должны сейчас покушать. Так. По своим свойствам я трачу, чтобы уменьшить требования. Третий уровень это две еды. Одна у нас есть. Когда мы кушаем, то мы повышаем. А вот вторую мы должны... Мы одну теряем обратно. То есть одной у нас нет. Соответственно, вот так. Еще и выжили. Да? Надеюсь, я правильно это отыграл. Все, у нас последний уровень. Я не знаю, что делать. У меня практически ничего не осталось. Из усилий. Поехали. О! Свойствам, конечно, мне не надо. Я получаю... Я трачу сокровища, чтобы выжить. Получаю одну хитрость и два усилия. Раз, два. И теряю два времени. Раз, два. Потому что здесь одно. Плюс по проклятию второе. Дальше. Раз, два. Так, трачу это. Потому что мне очень нужны усилия. Раз, два. Времени раз, два. Иду дальше. Дерево мне не надо. Ох, за четыре. Нормально. Получаю мощное усилие. Трачу пять времени. Раз, два. Три, четыре, пять. Раз, два. За... Раз, два, три. Получаю три усилия. Раз, два, три. Так, ножик нам нужен. Ой, да. Нам же еще выжить надо. Поэтому я, пожалуй, трачу большое усилие, чтобы получить среднее усилие. Еду и дерево. А дерево нам понадобится, чтобы вот это использовать. Так, это раз, два. Так, ну, разумеется, вот это, потому что нам нужны усилия. Раз, два, три. Раз, два, три. Ну и последнее, наверное. Раз, два. Дотрачу вот это. Раз, два. Получаю раз, два. Нормально. Сейчас можно еще раз сходить, но это риск. Можно разведать. Смысла опять уже нету, потому что, ну, ресурсы потрачу. У меня куча хитростей в никуда. Так, у меня три. Еще раз сходить. Не, риск. Риск. Я получаю даже два. Если два времени, то я все, я нарываюсь на эту, на засаду. Все. Я иду биться против третьего монстра четвертого уровня. И это будет шаман. Так, ну, я бы потерял среднее усилие, если попал в засаду. У него есть броня. Один. И десять жизней. Ух ты. Смотрите, как мне везет. У меня куча хитростей. А этот враг. Все атаки требуют дополнительную хитрость. И если бы у меня ее не было, я бы вообще не смог ему ничего нанести. Обалдеть. Плюс все дополнительные действия стоят дополнительных усилий. Просто обалдеть. У меня вообще шансов бы не было, если бы мне вот эта хитрость сейчас хоть какой-то есть шанс. Ну что, поехали. Наша первая битва. Вернее, наш первый ход. У нас есть немножко свойств. Во-первых, у нас есть байпас. Контратак. То есть мы проходим броню. Мне не нужно пробивать его броню. Мне на нее пофиг. Я буду сразу бить благодаря этому свойству. Дальше. Мы можем получить второй удар при необходимости. Так, это уже не работает. Убираю, чтобы не мешало. И вот эта вещь. То есть если нам будут наносить вуд, раны. А у него и нету таких свойств. У него есть только дейс. То есть против дейс я могу тратить или железо, или дерево. То есть эффект. Нормально. То есть против пятерки я защищен. Так, а что я могу вообще с ним сделать? У меня на 4 это среднее усилие. Не-не-не, у меня есть очень сильное. Большое усилие. Среднее усилие. Малое усилие. 5 урона сразу. Вау. Получи, фашист гранатой. При этом, так как это атака, я должен потратить одну хитрость. Благодаря этому. Просто это вот эта везуха называется. То есть если бы я разведывал... Тут надо разведывать. Если бы я разведывал его в самом начале, да, я бы подгонял фазу исследований. У меня были бы шансы найти там хитрость и так далее. Но мне здесь просто повезло. Так, он против меня. Ломается армор шамана на 1. Блин, мне это не надо было. Но шаман получает плюс 1 ко всем комбат роллам. Так, понятно. Он остался без брони, которая мне и так, в общем-то, не была страшна. Но за сейчас у него будут более сильные эффекты. Мой ход. У меня... У меня ничего нет. А мне надо 5 урона нанести ему еще. Кстати, вот так. Должно быть, я еще не тратил ничего. Так, за 3 я могу 3 урона нанести. 3 урона. Ну, в принципе, нормально. 1, 2, 3. Это 3 усилия. Плюс 1 хитрость. Потому что это урон. Это 3. 1, 2, 3. Супер. Мы можем выиграть. Так. 3. Плюс 1. За счет этого у него 4. 4 это конфуз. Лос. Ааа. Собрал хитрость. Забрала хитрость. Вообще. Мы вообще... Если сейчас... Да, мы... Наш ход... Надо было, кстати, это применить. Я что-то стормозил. Эээ... Тем не менее. Мы тратим еще 3 усилия. 1, 2, 3. Плюс последнюю хитрость. И наносим 3 урона. И мы выигрываем эту битву. Шаман повержен. Моя первая победа в One Broken. Фух. Так. Итак. Смотрим очки. Ножиков. Один. Дерево. А, подождите. Я могу еще не выжить. Мне же надо прокормиться. Так. У меня 4 еды. Снижаем это 3. Снижаем это 2. И за третью раз. За вторую раз 2. Выжили. Нормально. Зато без еды остались. Все хорошо. Так. Дерево 2. Сокровищ 2. Усилий никаких нет. Еды нет. Ничего нет. Итого мы получаем 24, 27 очков. 27 очков. Итак. Впечатления от игры Unbroken. Давайте поговорим об оформлении. Оформление здесь имеет некоторые недостатки. Это, насколько я понимаю, первая игра и издательства, и автора. Поэтому есть некоторые недочеты внешнего вида. Очень большая схематичность. Очень много мелкого-примелкого шрифта. Есть недоработки с значками. То есть, вот, значки с надписью. Надпись, получается, выходит за границы этого значка. И на большинстве карточек банально не видно. То есть, вот, Skill, например. Или вот Encounter. Вот оно. Вот этот значок, и вот надпись, которая сливается с цветом. Очень мелкий шрифт. Везде. Да, понятно, что хотелось вместить и все такое. Вот эти черные графы можно было сделать покрасивее. То есть, ну, вот просто черная картонка с трекерами. С другой стороны, это как бы подземелье и допустимо. С другой стороны, при такой бедности оформления, все очень наглядно, когда ты понимаешь механику. То есть, вот эти схемы, они очень-очень наглядные. Неплохая графика на карточках встреч с текстом художественным. Понятная иконографика. Спорная, но понятная. То есть, по оформлению есть недостатки, но есть и явные плюсы. Очень красивый арт на встречах. Вполне себе такой сказочный, приятный. Классический, можно сказать. Одним словом, относительную бедность оформления можно простить. Механики. А вот здесь у меня много хороших слов. Игра на удивление интересна. Вы знаете, насколько сложно сделать интересную соло-игру. Гораздо сложнее, чем общественная. Потому что, когда вы играете в мультиплеере, там вытягивают эмоции, общение и так далее. Здесь все это убирается. Остается только голая игра. И сделать интересную соло-игру гораздо сложнее, чем интересную мультиплеерную игру. И в данном случае у автора, на мой взгляд, вполне себе получилось. Игра комплексная, но при этом совершенно не перегруженная. Механика очень простая. Да, она вначале кажется, что ты думаешь, блин, такая куча правил мелким шрифтом, как все сложно. На самом деле, игра по механике вы видели простейшая. Не знаю, зачем было так все наворачивать. Я еще не читал эти правила толком. Все, что мне понадобилось для того, чтобы в нее сыграть, это посмотреть один летсплей на ютубе и внимательно прочитать вот эти две карточки с подсказками. Все. Что здесь в правилах разжевывается? Я еще посмотрю, конечно, может быть, что-то я пропустил. Возможно, какие-то ошибки в этом летсплее есть. Если вы увидели, то напишите и справимся. Мое общее впечатление очень положительное. Интересная игра. Для такой маленькой игрушки она имеет очень много насыщенных моментов. Крафт оружия. Куча разнообразных встреч. Такое вот ощущение подготовки к бою. Где ты набираешь ресурсы и оцениваешь, насколько ты его пройдешь. И вот этот финальный, четыре финальных боя, это, ну, завершение, такая вишенка на торте этой игры. У меня очень положительное впечатление. Как вам? Напишите. Понравилось, не понравилось? Что вы думаете об игре Unbroken? Мне хочется еще в нее сыграть уже не как обучающую партию, а просто как вот с погружением в историю, просто с интересом. Как она играется без объяснения всех моментов, просто вот по времени. Поэтому я, наверное, сыграю в нее на ближайшем стриме, которые у нас будут появляться периодически на канале. Канали смотрели до этого момента, пожалуйста, выберите героя, с которым мы сыграем на стриме. Тут их только четыре. Ну, понятно, что охотницу второй раз мы брать не будем. Давайте посмотрим, кто тут есть. Есть мудрец в мужском виде, вот такой, в женском, вот такой. Вот его, ее свойства. Есть сник, это, видимо, какой-то жулик или воришка, или еще кто-то. Вот такой или такая. И есть браулер, затрудняюсь перевести. Итак, вот в таком порядке. Голосуйте. Мудрец, сник, браулер. Один, два, три. За кого мы будем играть на ближайшем стриме. А пока все. Спасибо, что посмотрели. И до встречи на канале Магия Настольных Игр. Магия Настольных Игр.